44 глава книги Прока Исаии 45 и потоки наисохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею «Я Господень» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель Его, Господь Саваоф, «Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога. Ибо кто, как Я? Пусть Он расскажет, возвестит и в порядке представит Мне все с того времени, как Я устроил народ древний, или пусть возвестит наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал. И вы мои свидетели. Если Бог, кроме Меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерево сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыто, а также греется и говорит, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и сжарил мясо, и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. Помни это, Иаков, и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославился в Израиле. «Так, — говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери, — Я, Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своей силой разослал землю, Который делает ничтожным знамение лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам иудиным вы будете построены, и развалины его я восстановлю, Который бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу, Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, И скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан.